Это началось неделю назад. Вместо любимых сайтов пользователи увидели, как мониторы выдают ошибки. Бизнесмен Денис Моисеев сетует, что пострадал сильнее обычных россиян. Хотя бы потому, что его фирма принимает заказы через сайт. И потенциальные клиенты несколько дней не могли оставить заявки онлайн. Самый худший вариант, мы потеряли 20 заявок по 10 дней, если самый худший день брать. А там непонятно, насколько это потенциал. Там мог ремонт быть и на 10 тысяч, и на какой-нибудь человек, который хочет построить завод, обратился к нам. А там речь о нескольких миллиардах. Такие потери я не могу оценить объективно. Это было похоже на хакерскую атаку, делится Денис. Не работали сайты, зависли банковские терминалы. На самом деле перебои возникли из-за блокировки мессенджера Телеграм. Роскомнадзор объявил работу приложения в России незаконной. А все потому, что создатель Телеграма Павел Дуров отказался передавать властям доступ к перепискам пользователей. Требование одно, и оно простое. Заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Телеграм, и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Проще говоря, власти требуют от Павла Дурова ключи шифрования, пароли, которые дают доступ к перепискам. Создатель мессенджера уверяет, что физически не может пойти навстречу закону. Так написано его приложение. Однако именно в надежном шифровании спецслужбы видят угрозу. В приложении есть так называемые секретные чаты. Террористы могут использовать их для подготовки терактов. Только в минувшем году в России было предотвращено 25 терактов, совершено 4. Все они координировались через глобальную сеть посредством мессенджеров. В ответ на это Павел Дуров все-таки выслал ключи, правда, настоящие. А когда блокада стартовала, разработчик заявил. Террористическая угроза в России останется на прежнем уровне, так как экстремисты продолжат пользоваться шифрованными каналами связи в других мессенджерах, либо через VPN. Национальная безопасность России снизится, так как часть личных данных россиян перейдет из нейтральной к Российской Федерации площадки в контролируемые из США, WhatsApp и Facebook. Аудитория Телеграма в России по разным данным от 2 до 8 миллионов человек. И, вероятно, она осталась прежней. Ведь пока блокируется все, кроме самого приложения. Программиста Алексея блокировка коснулась во время разработки новых программ. Проблема с Google сервисами на время парализовала работу компании. Работу пришлось отложить на пару часов. Алексей сравнивает этот процесс с бесконечной игрой, где действует одно правило – поймай меня, если сможешь. Роскомнадзор блокирует ту связь, которая существует между клиентом Телеграма и сервером. В этот момент сервер Телеграма присылает через встроенные механизмы Google и Apple новый адрес. И это позволяет клиенту установить соединение с новым сервером, который еще не заблокирован. Чтобы пресечь этот бесконечный сценарий, специалисты Роскомнадзора действуют с размахом. Случается, что виртуальный купол накрывает территорию чужого приложения. И тогда возникает сбой. Они подали обращение к Google и Apple о том, чтобы удалить приложение Телеграм из Стора. Причем важно понимать, что только из российского Стора. То есть, если Google и Apple выполнят это требование, а оно, в принципе, имеет законную судебную силу, то Телеграм как приложение будет невозможно установить из маркета. Телеграм уже запрещали в Бахрейне, Пакистане и Иране. Но, несмотря на запреты, поклонники Телеграма остаются. Благодаря VPN эта технология подбирает пользователям новые электронные адреса. Получается так, как будто ты находишься не в России, а там, где запрета нет. Несмотря на бойкот, авиалайнер Павла Дурова по-прежнему на крыле и даже набирает высоту. Количество скачиваний и приложений для Android выросло вдвое. Павел Дуров предложил поддержать приложение и поучаствовать во флешмобе. Запустить из окон бумажные самолетики. Именно так выглядит иконка Телеграм. На фоне общегородского субботника участникам акции лучше убрать за собой. Николай Явенко, Сергей Гаврилов, Антенна 7.